Половина десятого, солнечный Брест встречает участника велопробега во имя победы. Место сбора – большая парковка перед входом в мемориал Брестской крепости-герой. Приятную погоду и хорошее настроение дополняет концерт, где свои таланты показывают юные дарования областного центра. То, что акция пройдет массово, сомнений не вызывало с первых минут. Прокатиться с ветерком в хорошей компании приехали люди разного возраста, кто-то даже целыми семьями, с друзьями. Тем более, что зарегистрироваться можно было прямо на месте. Каждый участник получил блок красочных наклеек, которыми украшалось транспортное средство и футболка. Мама сегодня работает, поэтому я, сын, друг, в общем, так выбрались прокатиться, подышать. Мы в Пущу вот недавно были на выходных, там брали маршрут 20 километров, поэтому нормально. А тут как бы 30, думаю, разница, тут 10 километров не почувствует. Зато будет лучше спаться ночью. Вообще настроение огонь. Я сегодня проснулся, никаких вообще не было планов, движения. А тут вот зашел в интернет и увидел, что велопробег. Я за 30 минут собрал все, велосипед собрал, вещи собрал. Думаю, гоу в спорт. Гоу на улицу с массами людей, где можно пообщаться, поднять себе настроение, тонус жизненный. Да и вообще покрутить педали – это здорово, это кардионагрузка, это приятное. У нас клуб «Радая». Мы ездим в поездки, мы на далекие дистанции ездим, до Белого озера, Кобрин на велофестивале. Старт велопробегу дал губернатор региона Юрий Шулейко. В этот раз на руководителя области не деловой костюм, а спортивная форма. В Путин отправляется вместе со всеми. Я всем желаю, чтобы все вы дошли до финиша, состоялся финальный концерт, чтобы вы сегодня получили удовольствие. И еще раз для себя сказали, что мы все вместе. Вперед, поехали! Большая колонна растянулась на несколько сотен метров. Как было посчитано позже, участие в велопробеге приняли около 700 велосипедистов. В одной колонии профессионалы и любители. Погода благоприятствовала проведению патриотической акции. 14 километров дороги пролетели меньше, чем за час. На протяжении всего маршрута участников сопровождал автомобиль скорой помощи и техподдержка, которая, к счастью, не пригодилась. Все стартовавшие дошли до конечного пункта – деревни Скоки. На финише каждый участник мероприятия получил памятную медаль. Юрий Викторович, как вам ощущения вообще? Ну, здорово, как говорит молодежь. Можно бы километров на 100, а здесь только 15. Маловато, конечно. Я тренированный в этом плане. Вообще мероприятие такое хорошее. Вы видите, что хорошее настроение, погода сегодня. И тот дух, который сегодня, вот этой велопробеге в команде, он не вымышленный, он настоящий. Потому что мы сегодня, белорусские люди, сегодня в районе тоже праздник проходит. Это освобождение символическое немецко-фашистских захватчиков. Недавно и город будет освобожден. Поэтому мы помним, что такое война, мы знаем, что такое победа. И насколько сегодня дорогая, мирная наша жизнь. Превосходно! Это лучший велопробег за это время. Потому что здоровье плюс компания, это все совмещается очень красиво. Памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине событий Великой Отечественной войны, продолжились у монумента героям, погибшим при освобождении Брестского района. События военных лет до сих пор тревожат сердце ветеранов. С глубоким уважением к ним относятся и нынешние поколения жителей Брестского района. Никто не забыт, ничто не забыто. Более трех лет, а точнее 1133 дня наши деды и прадеды были под оккупацией. Жили в голоде, в нужде, в страхе смерти и угонов германское рабство. Но не смирились, не пали духом. Антифашистское движение и партизанские группы начали формироваться на территории районов первые месяцы войны. А в июне 43-го года оно стало наиболее массовым. Для участия в памятных мероприятиях в деревню Скоки приехали представители администрации районов-побратимов из России и других стран. В знак того, что общая история и общая память незыблемы. Годовщина освобождения Брестского района 77 лет – это одна из значимых для жителей Брестского района и для меня лично. Мой дед жил в Брестском районе, пережил Великую Отечественную здесь. И отсюда из Брестского района в 44-м ушел на фронт и воевал за освобождение Европы от немецко-фашистских захватчиков. При освобождении Брестского района погибло более полутора тысяч наших солдат. 9 тысяч человек похоронены на территории Брестского района – это жертвы за время Великой Отечественной войны. Из них 7 тысяч – это неизвестное. Более 100 памятников на территории района, где похоронены люди, погибшие в годы Великой Отечественной войны. И в эти дни отдают дань память в каждой деревне, где есть памятный знак односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Я благодарю за приглашение председателя Брестского райисполкома. Очень рад, что в эти дни мы вместе. Мы ведь все славянские народы, близки душой. Большие гуляния развернулись на площадке за усадьбой Немцевичей. Выставка народных ремесел и рукоделия радовала гостей. Проходили презентации проектов. Объекты торговли удивляли блюдами национальной кухни. И все это под музыку, душевную, способную коснуться сердца. А для кого-то день освобождения района стал точкой отсчета новой семейной истории, как в случае молодоженов Юрия и Юлии, которые решили скрепить свой союз в стенах дворца Немцевичей. Наше событие личное. И мы рады, что здесь праздник тоже. Потому что я даже удивлена, столько автобусов, написано «Дети». Даже шутила, потому что я работаю в школе. И моя профессиональная деятельность связана с детьми. И все смеются, говорят, Юля, ты даже здесь без детей не обошлась. Мы познакомились в монастыре в Почаевске. В Почаеве, на Рождество, два года назад. Вот. И уже давно решили объединить наши судьбы. Но сейчас мы вместе. И он прилетел ко мне через Стамбул. И он здесь. И мы безмерно рады совершать бракосочетание в нашей стране. Да, праздник прошел массово и задорно. Причем на свежем воздухе. Он подарил его гостям массу положительных эмоций и впечатлений. Ведение освобождения – это, конечно же, день настоящей радости. Радости за то, что столько лет наша страна живет без войны. А ее люди умеют по-настоящему любить жизнь и ценить мгновение, подаренное судьбой.